Не менее семи человек, среди них маленький мальчик, стали жертвами урагана Дориан на Багамах, территории острова Большого Багама, где проживают около 50 тысяч человек. Более чем на две трети оказалось под водой. Затоплены или повреждены все морские порты и воздушные гавани. Это еще больше осложняет спасательные работы. Метеослужба США накануне снизила категорию Дориана до второй. Но на приготовлениях встречи со стихией в юго-восточных штатах США, где введен режим чрезвычайной ситуации и объявлена в ряде граждан обязательная эвакуация, это не сказалось. Сотрудники Международного комитета Красного Креста говорят об очень сложной гуманитарной ситуации на Багамах. Наша главная задача сейчас отправить на места группы рекогностировки, чтобы там произвести оценку случившегося, разработать в деталях операцию по доставке грузов и эвакуации людей. По данным Центра по наблюдению за ураганами США, Дориан находится примерно в 180 километрах к востоку от побережья Флориды и движется в северо-западном направлении. Скорость ветра в пределах урагана достигает около 175 километров в час.